Здравствуйте! Мы с вами находимся в хранилище Биологического музея имени Тимирязева. И в фондах музея находится более 8 тысяч листов гербария. О нем вам я сегодня и расскажу. Наш гербарий собран по территории всего Советского Союза, начиная от Мурманска до Таджикистана, от Прибалтики до Приморья. Наш гербарий мы храним в специальных условиях. Они разложены гербарные листы по папкам. Каждая папка пронумерована, и на ней написано на латинском языке название семейства. Растения находятся именно те, которые принадлежат этому семейству в этой папке. Давайте заглянем внутрь. Внутри находятся гербарные листы, но они одеты в специальные рубашки. Первая рубашка крафтовая. Она нужна для защиты листа и для того, чтобы можно было нанести на нее какую-то информацию. Дальше идет слой газеты обязательно. Он нам необходим, во-первых, для впитывания излишков в лаге, а во-вторых, типографская краска содержит много ядовитых веществ, которые очень не любят насекомые-вредители, которые с радостью полакомились бы гербариям. Гербарий в основном собирают наши сотрудники в последнее время, а вот раньше, в 50-х, 60-х годах, большое количество гербарных листов нам передавали научно-исследовательские институты, совхозы, колхозы, Всесоюзный институт лекарственных и ароматических растений, Московский государственный университет. Престижным считалось хранить свои гербарии в фондах музея. Давайте посмотрим на старые образцы. Я вам хочу показать самый старый гербарий, который хранится в нашем фонде. Ему 150 лет. Посмотрите, как хорошо выглядят растения. Сохранена окраска листьев и цветков. Интерес представляют материалы московского региона, особенно при отсутствии регионального музея природы. В музейном гербарии собрано более 500 видов растений Московской области и оформлены они на 2000 гербарных листов. К особенно ценным коллекциям относятся мемориальные гербарии, собранные в XIX – начале XX века. В музее хранится 276 листов из гербария Алексея Николаевича Питунького, исследователя флора Московской губернии. Давайте посмотрим на него. Этому гербарию более 100 лет. Но посмотрите, как хорошо он сохранился. Этикетки написаны рукой самого ученого-ботаника. В собрании музея имеется также эксиката – флора Германии, составленная немецким ботаником Германом Вагнером в 1856 году. Такие гербарии оформлялись в виде книги с печатными этикетками. Давайте заглянем внутрь. Эти гербарные листы собирали ученые-ботаники во всем мире. Как правило, они собирали либо в той стране, где жили, либо путешествия по другим странам. Зачем они были нужны? Оказывается, для обмена научной информацией между учеными. Автор составлял от 20 до 100 экземпляров таких книг, рассылал в научно-исследовательские институты, ботанические сады и своим знакомым ученым-систематикам. И те использовали эти данные в своей работе, потому что далеко не всегда в 18-19 веке каждый ученый мог путешествовать по тем местам, которые ему были интересны с научной точки зрения. Сотрудники музея собирают гербарии не только в экспедициях, но и на территорию усадьбы, в которой располагается музей. Собирают они в течение многих лет. Причем как дикорастущие растения. Смотрите, глинзога встречается повсеместно по всей территории Москвы, в том числе на территории нашего музея. Укрой 50 лет назад был собран подорожник обыкновенный, который тоже в большом количестве растет на территории усадьбы. Так мы гербаризируем растения, которые посажены специально, то есть декоративные. Например, рейнутрия. Таким образом мы документируем состав флоры на данной территории. Гербарий из фондов нашего музея вы можете увидеть в основной экспозиции. А также очень часто мы используем его в наших выставочных проектах. Приходите к нам в музей. Спасибо за внимание. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова